МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Опять хромало. Хоть суды в республике и считаются открытыми, полицейские в зал никого не пускали, даже родственников. Вы отец, да? Да, я отец. В общем, как я понял, что здесь никакой роли не играет. То есть хотят осудить без присутствия, а близких родственников просто возьмут и осудят. Осужденные, покидавшие зал суда, говорили, что судят на скорую руку, и тяжесть наказания зависит от степени признания вины. Судья говорит, если признаешь один МРП, если не признаешься. Нет, это уже зависит от того, как признаешься или не признаешься. А есть люди, наши молодцы, они до конца держатся. Пять МРП. За что? Признал или не признаешь? Да, кричал, что Алга Казахстана. У меня есть гематома от ЗОБРа. Я это буду фиксировать в полиции. Я хочу сказать, что буду обжаловать постановление, потому что этот митинг не был митингом, это было просто выражение людей. Уже в который раз присутствующим на процессах правозащитникам приходится характеризовать казахстанские суды одним емким словом – беспредел. Получить реальный срок тут можно даже за неправильный взгляд. На каждом сроку форменный беспредел. Беспредел заключается в том, что, во-первых, людей похватали. Я понимаю, что там правоохранительные органы, они общественная безопасность, но не таким методом. Похватали людей с улицы, привезли, продержали свыше 4-х часов без допуска, не допускали ни представителей, ни адвокатов, никого. И вот сейчас мы что наблюдаем на суде, сотрудники полиции полностью блокировали уход, не допускают ни наблюдателя, хотя мы все знаем, что закрытый судья признает факт на основании того, что какие-то госсекреты. Суды должны вообще, по идее, быть открытыми. В результате массовых арестов задержаны 29 человек. Двоих активистов арестовали на 10 и 15 суток. Остальных наказали штрафами от 2 до 20 минимальных размеров оплаты труда. Асхаты Берсалимова, который призывал людей идти на площадь, перевели из спецприемников в КНБ. Судьба еще одного задержанного участника митинга в Алматы вызывает серьезные опасения. После ареста и доставки в Бастадынский РУВД молодой человек бесследно исчез. Во время митинга он не побоялся и выкрикивал призывы с требованием отставки президента. Продолжение следует...